Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июля. Наконец-то день подошел к вечеру и можно хотя бы в начале теплицы, рядом с теплицей посидеть. Вот сейчас посмотрела, 8 вечера у меня 32 градусов теплицы. Днем зайти невозможно. Я давно обещала рассказать про завязываемость, почему какие-то завязываются, какие-то нет. На своем примере показать. Но зайти было вообще невозможно. Представьте, 32 градуса в 8 вечера. Днем, наверное, 38, где-то я смотрела, так, около 40. И это опять проблема, будет опять проблема с опылением. Будет неполная завязываемость плодов. Вот видите, у меня здесь шланг, несмотря на то, что капельный полив. Вчера, первый раз за сезон, мне пришлось вот здесь немного смочить, чтобы понизить температуру. Когда я рассказывала, почему не опыляются томаты, я говорила, что из-за высокой температуры, у нас критическая температура 33 градуса. Если выше, все, ждите пустые вот эти вот, отцветают цветочки и падают. И, как мы уже говорили, надо и притенять. Вот у меня сетка висит, нужно немножко... Грунт увлажняю. Тут я уже не боюсь, что у меня будет какая-то мокрота, потому что на такой жаре моментально все вот прям уже почти... Да, вот там уже сухой грунт в той стороне. И вот на эту тему я давно обещала, мне одна зрительница написала, что делать, если, например, в кисточке вот три томата завязались, а остальные вот такие пуговки. У меня тоже есть пуговки. И я ей написала, но так как читает ответ только она, идет же ей лично, я хочу вот рассказать всем, но это лично вот у меня моя ситуация и вот с этими крупноплодными. Я ей написала, что если это сорт крупноплодный, то больше трех томатов в кисти и не рекомендуется... А, она еще спрашивала, что делать, удалять эти пуговки или ждать все-таки, когда они у нас завяжутся? И вот рассмотрим, вот это у меня розовый мед. И у него в характеристиках написано, плод 500 грамм, 400, 500, 700. Но возьмем даже вот пусть средний вес 500, ясно, что при урожайности, даже при высокой хорошей урожайности с куста, 5, например, килограмм, что это очень хорошая урожайность, значит этот куст сможет выносить всего 10 плодов крупных. Я ответила этой зрительнице, что если вы хотите получить крупные отборные плоды, в прошлом году я снимала видео, то 3 или 4 томатика вот таких крупноплодных в кисти, это и есть норма. И даже специалисты нам рекомендуют нормировать вот эту нагруженность на томат, больше он не вынесет. Вот у меня на первой, ой, вот видите, вообще два таких огромных, вот это вообще большой, огромный. А остальные, видите, тоже пуговки. И я смело могу их убрать, потому что если я оставлю, вот здесь было бы, например, 6, ой, сейчас подождите, ну я потом ножницами отщелкну. Если было бы 6 плодов, ясно, что он их не выносит, потому что мы оставляем обычно 4-5 кистей. Вот если 5 кистей, по 3 плода, это что у нас, это уже 15 плодов получается, это очень много. Так что если у вас кисть такая, как сказать, многодетная, если 6 или 7, вот я там вижу тоже даже выше, 6-7, бывает даже 8 цветочков, и из них 3 или 2 вот так наливаются хорошо, то я думаю, что остальные вам и не сильно нужны, потому что у каждого растения есть свой какой-то запас вот этот, столько, сколько оно может вынести, сколько оно может осилить. И больше на него вы никак не нагрузите. И опять тут какой, тут как оборотная сторона медали, если будет много плодов в кисти, и столько же вы оставите 5, значит их будет много, но маленького размера. Я, например, если плод крупноплодный, я не расстраиваюсь, что некоторые остаются пуговками, а наливаются только 3. Я считаю, ну значит так нужно этому растению. Конечно, вот каждому такому факту есть и научное обоснование, но я очень глубоко не углубляюсь, мне думать об этом незачем, потому что вот они в этой кисти 2, в этой 3, потом тут 4 плода, и он как раз куст, вот, ну как в этих 5 кистях, он наберет тот объем, то количество килограммов, которое по силу растениям. 45 томатов, вот как вот, например, 45 цветов расцвело, и 45 томатов и крупных, никогда-никогда не будет. Но другой вопрос, если, например, черри, и если, например, такие какие-то сосульчатые, или такие сливовидненькие, если они останавливаются в пуговках, ну вот знаете, вот по моему опыту, я почему-то сколько наблюдаю, и я вижу, что мелкоплодные-то, у них этих пуговок-то почти не бывает, вот они вот мелкие, они наоборот рясные, их много-много-много, обычно вот в таких пуговках замерзают, почему-то крупноплодные томаты. Может быть это действительно, что природа, она же умная, она может быть растение само регулирует, сколько ей оставить в кисти томатов. Я вот в этом большой проблемы не вижу, отвечу так, что осталось 3, пусть наливается 3, вот первая кисть осталась 2, 2, ну огромных, ну пусть они висят 2. Другой вопрос, когда, другая совсем ситуация, когда в кистях не пуговки, а именно вообще пусто, отцвели и засохли. Такая ситуация у меня тоже есть, я потом вот к Вове Путину завтра подойду и расскажу, но это совсем другое. Это томаты, когда не опыляются, не завязываются, вот у меня, я живу в сибирском регионе, у нас проблема, у нас на нижней кисти, иногда мы теряем полностью кисть, а иногда завяжется всего один томатик, только потому, что мы высаживаем в то время, когда неблагоприятные для них условия, когда холодно. Вот я высадила в апреле, а в средине мая у нас был продолжительный период с минусовыми температурами, и даже если мы вот этот вот воздух-то тут немножко подогреваем вот этими, но это же словно дробина, грунт-то все равно холодный, и растение, оно при сильно пониженных температурах, оно тоже не способно опыляться, завязываться. Мы нижнюю кисть теряем из-за холода, иногда просто они замерзают, опадают. Потом идут одна-две кисти, а в этом году и третью кисть не полностью опылились, из-за вот такой аномальной жары. Вот я как сейчас сижу, я вам рассказываю, что у нас сейчас жарко, 38 до 40, и снизить температуру в теплице невозможно, и двери все открыты у меня, вот видите, я сижу, у меня двери все открыты, и сетка притеняющая висит, и пол я уже смочила, не знаю, ой, нога, извините, не знаю, сколько здесь было бы, если бы я вот этих мер не принимала, но и то под 40 градусов, и ясно, что вот в этот период мы опять получим полупустую кисть, какая это будет, не знаю, четвертая, там у кого пятая, будет вместо шести цветков, например, опылиться всего два. Ну, тут с природой не поспоришь, вот если неблагоприятные условия, вот нам такие сюрпризы преподносит природа, ну, значит, будет сколько будет. Все равно, она, эта кисть, если не доопылится, например, частично из-за жары, вы знаете, что после 33-х, это критическая температура, там пыльца стерильная, очень жаркая, ну, они цветут, отсыхают и отпадают, ну, значит, следующая кисть, которая будет за ней, она, если опылится, значит, она возьмет эти питательные вещества, которые растение ей даст, опылится, следующая кисть завяжется. Я не расстраиваюсь, потому что все равно на наш век помидор хватит, сейчас, если жарко, потом будет прохладнее, все будет хорошо, и вот насчет крупных, вы не расстраивайтесь, если висит всего два, сейчас перейдем опять к нему, если висит всего два томата, вместо четырех, значит, они будут более крупные, и было бы или четыре вот таких вот, меньшего размера, или будет два огромных, я считаю, разницы нет, а большие плоды, они еще вкуснее. Все, до свидания. Вот этот мой сумбурный ответ на тему, старалась рассказать, но мне кажется, ничего не понятно, как я поняла из своих слов, старалась рассказать, вот это вот, осветить тему, зрительница написала, что делать вот с этими пуговками, если в кисти, например, два томата наливаются хорошо, а пуговки вот эти замерзли, ждать ли их, когда они созреют, или можно их удалить. Я иногда удаляю, иногда не обращаю внимания, есть вот эти пуговки, которые, они весь сезон висят вот в таком состоянии, и ничем их не сдвинешь. Все, до свидания. Можно мыться и идти отдыхать. Продолжение следует...